Постановка «Классическое противостояние века нынешнего и века минувшего». В Доронинском «Горе от ума» сохранен тот самый слог, и неискушенный зритель не увидит отличия от произведения школьной программы. За исключением одного «но». В спектакле главная роль у всех персонажей. Грибоедов, конечно, заявляет нам Чацкого. И делает так, что именно Чацкий является носителем этих моральных, нравственных идей. Нам кажется, что в контексте сегодняшнего времени есть смысл его, этого героя, пересмотреть и перенаправить в другое русло, и сделать, чтобы героем стал Фамусов. Собственная интерпретация пьесы режиссерам не исказила подачи материала. Никакого осовременивания, отсутствие модных течений. Если идти от автора, от Грибоедова, то, конечно же, нет. Он подлец, каких мало, как говорится. Если говорить про Грибоедова, если говорить про трактовку Доронина, Алексея Викторовича, который у нас сегодня премьера, то, конечно же, я согласен с Молчалином. Потому что Алексей Викторович все поставил с ног на голову. Или на голову. Но это его видение, это его решение, это его трактовка этого материала. Но перенос в время сегодняшнее есть. А то она и классика, которая в ходу каждое столетие. И Грибоедовская история вне времени. Я отставил позицию того поколения, которое, помимо того, что говорили, они еще и делали. В отличие от Чацкого. Но если ты отвергаешь, тогда предлагай. А в самом материале, эту, так бы сказать, конфликт поколений, это уже, я думаю, должен зритель каждый для себя выбрать. На какой он стороне. Театр ушел на летние каникулы. 47-й сезон для свободного пространства оказался насыщенным творческими новинками, яркими премьерами и громкими победами. Встреча с зрителями состоится через месяц. Вернется труппы театра, как и всегда, с премьерой. Анастасия Гришина, Илья Афонечкин, Дмитрий Дергачев, телеканал Первый областной.